Друзья, всем привет! Сегодня видео про тревел-гитары. Идея для этого видео появилась из-за того, что мой друг купил вот такую гитару. Я решил про неё рассказать и подумал, что у меня тоже есть две тревел-гитары дома. И вот объединить рассказ про них и вообще про, что я думаю, свои мысли, идеи по поводу тревел-гитары можно объединить в одном видео. Итак, данный инструмент это вот ALP, я не знаю, как это, я английский не учил, то есть три буквы ALP. Естественно, он сделан в Китае, но его продают активно через как-то американский рынок, там и сайты, и демки, и всё, то есть вот ALP Guitars. И чем он примечательный, чем мне вообще понравилась гитара, потому что она не очень дешёвая, и прямо вот видно, что как она качественно сделана. Сейчас я покажу поближе. То есть цена этой гитары там 660 долларов, по-моему, соответственно, плюс доставка таможни, там, выходит она уже 800, наверное, будет долларов. То есть таможня, вот её вышло 5000 рублей, да? Насколько доставка, я не помню, но, видимо, долларов 100, может быть, больше. Ну, а давайте посмотрим поближе, просто гитара очень неплохо сделана, но очень качественно. То есть вот эти... Каркас вот так вот убирается, да, и вот так вот она в чехол. Сейчас отдельно покажу чехол для неё. То есть вот эти дуги, они алюминиевые. Знаете, вот есть Yamaha Siding Guitar, там эти дуги съёмные, деревянные, да, или, ну, или того, что какого-то пластика. Здесь они не съёмные, это очень удобно, потому что, извините, каждый раз снимать, когда захотите поиграть, это, ну, так себе удовольствие. Поэтому очень классно, что придумали, что они вот так вот раз и складываются. То есть алюминиевые, красивые, раз и два. Причём нижний, она, у неё есть два уровня высоты, то есть фиксируется. То есть кнопка нажимается, то есть можно высунуть чуть-чуть, а можно дальше, да, очень грамотно. Ну, соответственно, что здесь ещё есть? Три звукоснимателя, переключение, громкость тон. Вот это активируется, видите, лампочка загорелась. Здесь активируется выход, здесь есть выход на наушники, активируется громкость выхода на наушники. То есть можно втыкать в обычный гитарный комбик, и вот выход на наушники, и заряжается там аккумулятор, заряжается USB, пишет, что там на пять часов, что ли хватает работы. Других эффектов здесь нету, бывает, знаете, там встроенный ревер, ещё что-то, как в Ямахе, допустим, той же сайлент-гитар. Больше эффектов нету, просто чистый звук. Вот. Ну, гриф там написан на сайте, что клён, корпус, как вы видите, какой-то пластиковый или железный, хотя он достаточно такая увесистая. Здесь, видимо, все внутренности спрятаны. Вот. Исходить таких нюансов, знаете, очень приятных сделано, вот, допустим, вот это, сейчас покажу. Вот это, видите? Это на магните. Это ключик вот такой. Маленький ключик, которым можно настраивать гитару. То есть вот это, видите, здесь шестигранник. Словите ключик. Неудобно так вот, или вдалеке. А. И надо подстраивать. Но строй она держит хорошо, это не понадобится каждые пять минут подстраивать. И вот эта какая-то здесь из деталек, она на магните. Она вот так вот, раз, и держится. Никуда не... То есть её так, она случайно, её не смахнуть, потому что она ещё входит в паз. То есть очень грамотно сделает, что она никуда не потеряется, неградая. Сама не выскочит. Также из таких мелочей приятных. Во-первых, порожек регулируемый по высоте. Я не понял, зачем, правда, вот крепление здесь, как на флэйдрозе. То, что, в принципе, машинки уже нету. Может быть, как направляющие. Хотя здесь... Короче, вот ещё вот здесь очень интересный нюанс. То есть здесь такой шутляр. Отверстие, в котором анкер... Регулируйте, сейчас вот покажу. Короче, там анкер. Ключ, естественно, в комплекте специальной длины даётся. И вот это отверстие под анкер, оно, видите, закрывается вот такой... То есть удобно, знаете, кто, допустим, любит пить чай свой всегда. Можно сюда чай зелёный или каким-то там имбирный засыпать и с собой носить. Захотели чаю попить? Достали, насыпали, попили, убрали. Такой вот логотип. Ой, в общем, да. Очень приятный инструмент. Прям ровно, знаете, и анкер я подрегулировал. Струны прям легли, струны удобно, всё комфортно играть, ничего не дребезжит. То есть она, понимаешь, она стоит денег, да, не 200 долларов, там, не 100. Но при этом, действительно, очень качественно сделано всё. А, чехол сейчас покажу. То есть фирменный чехол, тоже с логотипом. Вот такой, знаете, он прям толстый, качественный. Всё, здесь вот все документы. То есть всё в порядке, прям вот. То есть он сделан, прям вот, на совесть. То есть вообще не экономили, нигде. И толстый, приятный чехол. Это какой-то шнур, видимо, зарядки. Это вот анкерный такой, маленький шестигранник для регулировки. И вот такой анкерный ключ. Ну, за инструкцию только вот на китайском языке. Какие-то там, ну, в общем, там, струны мы на ней поменяли. Струны интуитивно понятны, как меняются. Сейчас я не буду на этом застрять. Ну, в общем, там сложности вообще никаких. Сразу же, может, было понятно. Не знаю, какая длина я не замерял, но я так понимаю, что всё это легко спускается в самолёт. То есть вообще идея какая, тревел-гитар, как вы понимаете, да, взять тревел-путешествие. Гитара для путешествий. То есть, допустим, вы не можете без гитары прожить ни дня и, там, не знаю, едете, там, на отдых в Крым, ну, или на Сейшельские острова, да, ну, и берёте её с собой. Вас спускают самолёт, и, в общем, проблем нет никаких. И вы, там, не обременяете себя лишним, там, большим чехлом, да, вот. Или командировку, допустим, там, надо вам слетать в командировку на два дня, там, в Магадан. И за эти два дня вы обязательно должны играть на гитаре хотя бы 15 минут. Вот, значит, вы берёте с собой тревел-гитару. Вообще, это, кстати, интересная тема. Я помню, брал раньше на отдых, ну, я всегда стараюсь, конечно, брать гитару, вот. Иногда было её очень неудобно брать, допустим, когда далеко, на море лететь, там, не в Россию, ещё когда раньше, когда можно было летать за границу, и берёшь гитару, там, или тревел, думаешь, буду там, ну, надо, может, позаниматься. И в итоге берёшь её, там, за неделю, там, два раза по 15 минут, вот. Зато душа спокойна, что она есть. Вдруг что-то захочется играть, а гитара есть. Потому что, если вдруг захочется, а её нету, то уже, поэтому так, в принципе, она не очень нужна, конечно, на отдыхе, но психологически приятнее, когда она есть. Вот, по поводу звука, ну, я вообще отношусь к таким гитарам, конечно же, неважно, как она звучит, да, вот, это просто вот инструмент для занятий. Но вот этот, данный инструмент, конечно же, очень достойно, на мой взгляд, звучит. Во-первых, он очень удобный и звучит, и, то есть, приятно играть. Это, конечно, когда гитара ещё как-то звучит не просто издаёт звук, а хороший звук, всё равно приятнее заниматься. Гитара, всё равно, для нас, это фетиш, в первую очередь, да. И, конечно, как бы гитара хорошо не звучала, если она будет некрасивая, страшная и с неудобным грифом, ну, нафиг она такая нужна. Вот, и поэтому на этой даже можно выступать. А я, кстати, вот ВКонтакте, тут я записал уже небольшое соло с ней, выложил ВКонтакте, и там приятель-гитарист прокомментировал, говорит, «А у меня, говорит, такая уже пять лет, я даже на гастроли с ней езжу». Говорит, вполне, говорит, отлично звучит, там не знаю, в каком коллективе работает, поэтому, что, может, не во всех коллективах будет уместно на такой гитаре играть. Ну, в общем, я ему верю, потому что гитара очень достойная. Давайте несколько звуков извлеку из нее. Звук буду писать в компьютер, фрактал FM3-процессор, потом подложу. А здесь ничего неудобного, единственное, налевую ногу поставить, а здесь шнур упирается. Мы можем направлю. Погромче. КОНЕЦ Ну, здесь, конечно, все-таки так сходу тяжело играть, потому что вроде как есть упор для руки, да, но все равно какие-то ощущения новые, да, поэтому сразу, когда ее берешь, нет такой легкости, как на другие гитары. Допустим, для меня не принципиально, вот я могу, вот у меня разные гитары вот стоят, да, там, из Телекастера, Стартокастера, Лос Пол, там, не знаю, Севсюр, там, Майонез, я беру, в принципе, любую и практически, ну, с первых секунд быстро адаптируюсь к разным изменениям, толщине грифа, еще в радиусе, и сразу играю и не чувствую дискомфорта, то вот к этой чуть больше я привыкаю, потому что, видимо, ну, все-таки что-то с эргономикой здесь по-другому, хоть они сделали максимально удобно, да, но все равно чуть надо подольше посидеть, чтобы привыкнуть. Перегрузим. 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 КОНЕЦ Ну да, нам в эргономике надо чуть-чуть попривыкнуть Мне что-то показалось, что струны как-то вот жестче Вроде так же десятка, что вот на всех гитарах Как-то вот жестче, не знаю, мензура, наверное, стандартная, судя по всему, страцкая Два-четыре лада, не знаю, может из-за материалов То есть я бы потоньше поставил струны, десятка толстоватые Так что вот такой инструмент, 660 долларов и очень приличного качества И прямо можно даже на сцену выходить Единственное, вот эта штука иногда складывается Да нет, нормально Ну вот, если говорить про тревел-гитары То есть вот, сейчас покажу Вот у меня есть две, можно сказать, тревел-гитары Вот, причем начну вот с этой, с белой То есть история какая, может быть видели У меня есть с ней ролики, еще старые, там, с 10-летней давности на канале Вот, то есть это в пору работы моего Олега Михайловича Газманова Там как-то у басиста всегда была такая бас-гитара И в какой-то момент мне вот эта гитара попалась Мне подарил друг в те еще годы Я подумал, о класс, раз у басиста есть такая, как бы, значит и мне можно Почему мне можно, почему я целый год ездил на гастроли с ней Дело в том, что там, допустим, у популярных исполнителей, когда работаешь У некоторых есть в штате грузчики, там, техники У некоторых нету И тогда музыканты сами должны возить на гастроли свои инструменты А я у Олега Газманова играл еще на кучи с гитарой Мне нужно было на гастроли возить, значит, акустическую гитару, электрогитару, примочки, личные вещи и костюм Все это нужно было возить я сам лично, да, в аэропорт Поэтому все музыканты в таких коллективах, где нету грузчиков, там, техников Они стараются, соответственно, ну, поменьше все это оборудование, да Соответственно, акустическая гитара у меня была и есть Ну, точнее, сейчас она была тогда, сейчас она есть, но я на ней не играю уже В смысле, не работаю у Олега Газманова уже, там, 9 лет, да Поэтому я не играю у него, а играю дома Вот как я завернул Вообще, гитара у меня была Годин Сначала был овейшн большой Потом я понял, что это не выход Таскать полноценную электрогитару и акустическую овейшн на гастроли Потаскал полгода Понял, что где-то что-то пошло не так Надо консерваторию подправить Купил Годин тоненький И потом, и так ездил не один год С электрогитарой полноценной, там, страт, еще с чем-то И Годин И потом, вот уже крайний год моей работы, я уже ездил с этой гитарой И знаете, как бы это вот, в общем, как вышло, что я пришел на репетицию И говорю, Олег, я говорю, если вы не против, я говорю, я бы с такой гитарой, ну, ездил бы на гастроли Она поменьше, то полегче Он говорит, мне, говорит, все равно, ладно, лишь бы она хорошо звучала Ну, я сыграл, ему понравилось, он говорит, езди, конечно Ну, вы знаете, да, что хорошо она звучала, хорошо звучит не гитара, а гитарист Поэтому А что это за инструмент? Это корт Это корт, причем в 80-х годах, когда эта фирма еще была японская Вот То есть тогда, в 80-е годы, когда Стенбергер, да, появились гитары И очень много, если вы на InJapan посмотрите, там, Headless Guitar В 80-е годы было потрясающее огромное количество японских фирм Которые делали безголовые гитары и бас-гитары Потому что, видимо, это была мода, и в Японии в том числе Вот, то есть это полноразмерная гитара, деревянная Вот, она, естественно, от нее осталось только название, корт То есть она была куплена моим другом на ebay, там просто деревяшка Здесь уже он сам поставил бридж, датчики, вот это крепление То есть она была куплена просто кусок дерева с ладами То есть, в принципе, очень утилитарная, как это называется, да, то есть примитивная, грубо говоря, версия Вот, ну, она очень неплохо звучит Вот это уже мне мастер сделал То, что был неудобный доступ к 22-му ладу тянуться Я, когда попросил мастера, он мне вот так красил, как будто лесной орех, да, так вот Так вот мне лепесточек вырезал, чтобы удобнее доставать до 22-го лада Ну и вот такая она, видите, покоцанная Ну, вполне целый год я с ней работал Очень хорошо звучит Датчики тогда у меня были другие А, струны здесь Да, струны и там, и там, кстати Везде обычные ставятся То есть на этой гитаре, вот они здесь, бабышками здесь А здесь просто закручивается Там само фиксируется, ну, второй кусок струны без бабышки Или как это называется, без шарика О! А здесь А здесь наоборот Шарик вставляется здесь А здесь сжимается наглухо, как вот на Ну, просто вот Видите, вот обрывки струн Торчат Вот Так что датчики раньше были другие Не помню, какие-то получше Потом, когда я на ней перестал работать Поставил какие-то Они здесь очень мощные По-моему, это мастеровые По-моему, Федора Чернышева Какие-то там копии каких-то там Для трэш-музыки Хамбакеров Я просто не разбираюсь Короче, они очень мощные Сейчас я включу Вы оцените Насколько они мощнее, чем на той гитаре Чуть на чистом звуке Она, знаете, она как-то вот все равно Даже не важно С теми датчиками С мощными Она как-то больше похожа На большой звук гитары Это более привычно Там все-таки так пустовато звучит На ней, конечно, себе неудобно играть Если только на ремне С теми датчиками С теми датчиками Да, вот она прям То ли На то и надо тоже Поспериметировать Может быть, датчик поменять Но мне кажется Она и так звучала И с другими датчиками То есть как-то больше Более аналогово Больше похожа на настоящую гитару Я не знаю почему Может быть, действительно Из-за корпуса Здесь вообще его нету Он, да? Кусок пластика Здесь какой-то есть Видите, гриф Переходящий в корпус Типа сквозной Или вклеенный В общем, она звучит Более привычно Традиционно Но также Надо привыкнуть, конечно То есть, что вот Меньше тела Меньше опоры Другая конструкция Другие ощущения Другая эргономика Так что вот так Она звучит Цена ей непонятная какая Потому что такие не найти уже Но очень неплохо Я почему на ней перестал играть Потому что, во-первых, перестал работать Олег Газманова Сейчас, конечно Я не представляю Чтобы я на сцену вышел С такой гитарой Я считаю Что это стыд и позор Нет, шутка Конечно Не, ну реально Она Если я был бы в два раза меньше Там Хотя бы на голову Меньше ростом И по Сам более худенький Маленький Потому что так То я с ней сейчас Конечно Смотрюсь так Комично Тогда Ну да-то как-то Помоложе Где как-то Такая была веселая атмосфера Басист такой гитары Яс такой Ты морячка Я моряк И нормально Вот И вот эта гитара Это Мой друг подарил Для моих детей Только они пока еще не играют Это Пигнос Они продаются Здесь Там везде В наших магазинах Очень прикольно Стоит она что-то 15 тысяч рублей По-моему И вот Вот это прям То есть прям Бюджетный вариант Тревел-гитары Ну Прям вообще Вполне нормальный То есть на такой Конечно уже Не выступишь нигде Да Потому что это Совсем Детский сад И мензура здесь Уже игрушечная Какая-то маленькая Вот Но она То есть Свою функцию Выполняет То есть Я ее не брал Никогда Как-то там В путешествии Вот Но дома так Периодически Достаю ее При колодце Вполне нормально Видите То есть Она По размеру По весу Она по весу Даже легче Вот этой По размеру Примерно то же самое За счет Как бы То что здесь Хоть и колки Но здесь Мензура Уменьшенная Да То есть Они По весу Она даже Чуть-чуть По-моему Легче Этой Вот По размеру По всему Идентичная Единственное Что здесь Складывается Совсем в палку Здесь она В палку Не складывается Ну то есть Конечно же Это для разного Кошелька Травал Гитара Так конечно Все лучше Что говорить Сделан И так далее Но дороже И здесь Вот что прикольно Ну как видите Все Очень простенько Колки При том Что все строит Все держит Какой-то Закусниматель И здесь Динамик Вот в чем фишка Здесь строен Динамик То есть Вы можете играть Как включать ее Обычным Джеком Вот эта дырка Я что-то не помню Для чего То ли Наушники Что ли Вряд ли Это вход Не помню Короче Можете погуглить ее Пигнос И почитать Вот И вот Сейчас я ее включу Ну Джеком А вот так вот Отщелкивается Вот этот Пятачок И она начинает Жужжать Можно пожужжать Можно пожужжать Но она не очень строит Конечно Кстати да Вот я хочу Как-то ее оживить Я даже вот Как она у меня лежит Я ни струны не менял И лифт такой уже рыжий Надо протереть лимономаслом Даже не знаю Как думать Струны поставить Калибр сюда Чтобы они Потому что десятка Наверное Будет наверное Совсем Слабенький Потому что Минзура короткая Ну не знаю Давайте я ее включу В фрактал Смешно же Такую гитару Вот ее чистый звук Удача только бридзовая Поэтому Чистый звук такой Совсем простенький А Ну какую обработку Да Придумал Оригинальную Сходу Ну ладно Дистошим Ее тоже Лучше повесить На ремень Так вот Не понятно Куда ее деть Ну так вот Можно Что за песня Угадали Напишите В комментариях Ну что-то Более продолжительное И серьезное Играть В таких гитарах Да Ну Во-первых Мне не очень удобно Сейчас Ну это как бы лишнее Не тест звука Просто вот Какой-то обзор Размышления В общем прикольно Батарейка Динамик Так что Вот такие гитары Раз Два И три Какой-нибудь Стоп-кадр Чтобы я потом На превьюшку поставил Сделать Такой наверное Здравствуйте До свидания Да И в конце ролика Вот на этой гитаре Замечательной Я уже на днях Записал видео Там какое-то Поимпровизировал Сейчас прикреплю Так Демонстрацию Некую Так что друзья Спасибо за просмотр Пишите Пишите лайки Ставьте комментарии Записывайтесь ко мне Также на урок Я преподаю Очень гитару В Москве И по скайпу По зуму Все ссылки На мои контакты В описании к ролику До новых встреч Друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok